ух ни хера себе сколько пиздец чувле не спите-то юмор будем посуду мыть посуды я на самом деле меня долбит жуткий катаболизм я до сих пор еще не пожрал нормально так что надо было сколько сплю сплю сколько надо 8 10 часов сплю да ну всегда это нарушение режима 45 в первый раз что ли я ночной салат но скоро мы будем менять режим кормом тренироваться днем вот перископить днем а вечером вечером у меня будут свои дела лично и спать пораньше ложится да вот и вы нарушаете из-за меня да блин я просто я зло когда я ходячая зло давай 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 готовить чуть поздрем вместе так все кто не спит давайте готовить разогреваем гриль берем гриль разогреваем грудки рис а блин кстати да я точно купил нормальный рис расскажу какой не спрашивать вот вам да вот у вас мать вот это по моему самый на лучшее из пакетиков сейчас я его зуба баху ося он достаточно быстро варится вот что вместо творога на ночь есть кефир или йогурт пойдет ни то ни другое не пойдет лучше творог какой нахер кефир какой нахер йогурт что там полезного пакетика конечно дороже но зато удобней надо ничего промывать не надо ничего это самое заморачиваться удобно конечно ну и как бы все он рассыпается хорошо поэтому если есть возможность конечно там надо пойти можно лучше пакетика удобней ну да и порции можно подобрать вот у меня два пакетика по 60 грамм по 20 грамм на массе нормально за 1 . едут короче сказали что я только тренируюсь и только грудки жарю в перископе и по всех это уже задолбал начать новое придумать индейку в субботу было индейка субботу было индейка следующий биянами сейчас это приготовлю рис грудку замочу и залезу потом в комп немного по работе посмотрю и спать хотя еще не знаю я еще торт если я могу перед сном торт гибать птичку молоко тортик ой ребят я не знаю сколько вам по времени нагревается сейчас поставим посмотрим да я думаю пару минут все я не я его не кочегарю до предела чтобы он прям бель там раскраснелся аж включил его он там погрелся чувствуешь уже немного нам накалился выкладываю вперед как-то интуитивно будет почему она дрена 250 нет в аптеке я давно это я как-то заказывал в аптеке было дело из привозили мне с аптеки раньше было даже пару лет назад было просто можно было через интернет заказать интернет аптеки был вопрос сейчас не знаю как с этим дела обстоят вот я не успел прочитать так прекратили производство 5 ампул но у меня еще есть старый запас нихуя себе у меня уже нет запаса вот он родимый синенький надо аптечный вот кстати все это последний но у меня это смена препаратов будет это для вас поделился на самом деле мне сегодня сказали что летом хотят хотят принять закон о любых медийных личностей наказывать если вдруг где-то кто-то будет пропагандировать расписывать курсы там какие-то видеоролики любой материал который будет попадать в социальные сети в медийные кита пространство будут жестко наказывать тех людей которые будут распространять или давать советы расписывать курсы и прочую херню мне сегодня сказали что за это будет жестко наказывать так что я буду беспощадно банить тех кто спрашивает тут про фарш вот так что скоро из детства ряд мне надо придется удалить несколько роликов с канала но ты потом докажи о машине пельмешка охота вот а у меня кстати дома пропала пачка пельменей надо провести расследование куда она могла деться эта пачка вот будем дело заводить о пропаже пачки пельменей будем вести расследование так дымовой ну давай 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 маш 3-4 минуты немного разогреваешь только не до самого конца разогреваешь ставь на максимум 220 температура не надо колить до конца короче порезала посолила приправой по это самое закинула накрыва 3-4 минуты ну смотри чтобы не не сгорело но больше четырех минут точно не надо и за раз без желтков 10 штук вот дело не в корочки корочка она видела полосками жарит дело в том что если корочки на может пересохнуть тогда это ее не съешь будет дерьмо тебе моя же понравилась вот она ну и как бы она жарится вот этими полосочками просто если передержать это уже все шляпа будет ребят я телевизор вообще не то что футбол я вообще телек пересохнуть как я в межсезонье да не знаю да 200 но у кого есть таймер до гриль с таймером ставьте максимальную температуру я на максималке жарю на разогревается 3-4 минуты если вы будете дрочить 12 минут как написано в книжке там на температуре там 180 или 200 через 3 12 минут у вас там будут кирпичи а не грудка можете этими кирпичами блять запулить в окно в ту машину которая вас бесит и того человека который вас бесит и убить его этим кирпичом который станет добрых снов давай счастлива спокойной ночи вот поэтому 3-4 минуты получается ну вот такая у вас всякая ручья а за 12 минут мы уже проверяли нужно проверяли и говядину и свинину блять все и грудку 12-15 минут как написано в книжках которые вот там впаривают при покупке гриля все до свидос вон машинка знает ой это самое пропустил предыдущие сообщения чуть-то ну сейчас у кого есть часы вот сейчас я это самое приготовлю вот давайте прям в онлайн-режиме чем аж нет и про чок в онлайн-режиме сейчас мы сделаем эту грудку свинину ну блин ребят не знаю я освоил пока только грудку когда я жарю говядину и свинину у меня получались кирпичи это было давно это было давно и и неправда я жарил еще этот морской язык этот как он пангасиус тоже там три минуты и все он готов но мне просто пангасиус не нравится я один раз взял на гриле пожарил так подавился ему все мне нравится вот телопию можно палтус да палтус тоже можно только у меня сейчас нет доступа к палтусу тому который раньше был которым я тебя угощал раньше у меня сейчас к нему доступа нет он нигде не продается он в реале только продается а реал сейчас от меня очень далеко ну можно кстати будет сгонять просто в морозилку забить купить пакетов 30 этого палтуса я ну да надо посмотреть может сгоним да можно сгонять новоградку вот триал чисто за этим за палтусом закупить его весь его нахер оттуда вытащить вот и так ладно что ты заболтался мне надо сейчас германии медальоны для медальоны взял первая свежесть медальоны свежесть я вам честно скажу не первая перекрестки такая помойка ведь просто это была просто необходимость такое дерьмо во-первых 12 числа упакована упал я вчера сегодня уже такое 16 да то есть 8 суток написано ну упаковка дерьмо я сразу скажу меня это не очень обрадовало не нормально 8 суток как бы не пахнет еще нормально пойдет запах нормальный это не пропало но блин ну реально там до сих пор лежит вот это вот конечно они там не освежают поставки поставки грудок так это что такое филе медальон я вам показывал что такое медальон какая часть грудки когда в клубе отрезал сейчас мы сколько у нас здесь грамм восемьсот двадцать шесть грамм сейчас наковыряем у меня нормально свежак вообще отлично сейчас я ковырну медальончиков вот так вот почти пол пачки да практически на пол почти пол пачки короче делаю все вот ровно половину откурил это получается за 400 грамм примерно миштяк зайдет я что-то пропустил сейчас сообщение надо кстати ой индейку надо попробовать филе индейки кстати бедро индейки очень вроде как бы вкусно насколько я знаю надо бедро индейки попробовать зажарить на гриле запомните вес всегда любого продукта количество белка белков жиров углеводов всегда меряется в сыром продукте в крупе а не в вареном рисе вес всегда меряется в сыром вот сколько я сырого веса взвесил на такое количество мы рассчитываем белки жиры углеводы вот понятно вот я не знаю что вы имеете ввиду аптечный допинг ё-моё хрен его знать что вы имеете ввиду аптечный допинг то что тестостерон продается в аптеке это не значит что за него не дадут срок если там вы нарушите какие-то правила если вы будете купить амнадрен и например нандраон который продается в аптеке кому-то перепродадите вас за это ну вас поймают мне не будут разбираться аптечный не аптечный это не входит в список сильно действующих и особенно продажи пару статей вам точно нахуячь вот так что имейте ввиду так медальоны медальоны блять в этом медальоне вот эта жилка сраная она бесит вырезать надо так рибоксин это витаминки для сердца пей спокойно все правильно за рибоксин вам ничего не будет наверное вот так все включаем ой бля у меня гриль не мытый ёпт так надо это тряпочка немного пройтись то есть угли какие-то здесь углей хера пригоревшие просто эти угли они это надо вопаткой в чисто они просто сейчас грудки пристанут угольки немного их уберу у меня есть поддончик очень удобный в гриле гриль вообще шикарный мне кажется вот этот тефалевский прям самая бомба поддон просто классный так сейчас ребят не путайте еще такие вещи что с чем поймали на допинге спортсменов каких-то там где-то там и с тем что если вы этот мелдранат или какого-то купите себе и будете его принимать вам ничего не будет и если даже у вас его там найдут или где-то там понятно дело что вам ничего не будет за это надо понимать за какие вещи что-то бывает за какие не бывает так посолим поприправим сейчас будем выкладывать знаете если у вас найдут мелдранат в кармане вот остановит вас да и мелдранат поверьте у вас проблем наверное не будет вообще не наверное а точно не будет но если у вас блять найдут пачку метана вместо пачки мелдраната поверьте у вас проблемы будут вот хотя и то и то видите уже считается допингом так что как то вот так вот что то я нормально грудки то навалил ништячок сейчас 3 секунды покажу вот в принципе она мне не неразко чагарина по полной программе вот вот я вот это выложил видите вот она лежит все засекаем время накрыл засекайте время кому интересно сколько будет с овощами не пробовал овощи я свежие сейчас порежу огурчик помидорчик я на гриле не знаю не особо люблю овощи некоторые только могу вот блять что у меня тут с рисом походу рис сварился рис этот быстро варится еще я рис буду выковыривать так короче здесь вот вот там так что там нет у меня такой нет информации рибоксин подобие АТФ первый раз вышку первый раз вышку так сейчас я рис выкину вы 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 Рис готов. Рис готов. сколько минут прошло кто засекал до скоро будем тренироваться над режим поменять ну вот это почти готово три минуты прошло вот еще минуту 4 будет отлично если бы был раскаленный я думал в три бы уложился но он был не совсем раскаленный грим поэтому 4 суши рисом смысле суши суши я люблю могу суши до чайку замутить а чё за рис такой который для суши не знаю заморачивался раньше наверное вкусный так мы в принципе уже готова сейчас я вам покажу вот но 4 минуты прошло где-то до смотрим открываем и видим чё все отлично все готово так надо это снимать но наполненность больше я не знаю честно такого опыта не так я сейчас группу группу снимаю красота бля она просто мега мягкая прям супер мега мягкая поэтому ее можно сожрать очень много вот смотрите что получилось оп видали вкусно то какая 400 грамм сейчас мы это делаем чайку овощи надо и чайку вся пока там остынет чуть-чуть сахара я конечно сыплю умеренно свой чай о блять гриль обгорает надо было чуть раньше выключить его да такую грудку я говорю можно есть блять каждый день он реально в такая вкусная не сравнить просто не щелли какой вареный из какой там просто никак так сейчас я налью чай и блять и блять я пожрю так чего очень надо огурчик помидорчик редиску на еще тестостероновые бустеры можно купить для аспаргин q там еще что-то какие-то много тестостерона знаете какой мне очень понравился тестостероновый бустер от фирмы маска уметь вот я пробовал без я не сдаю провоктин у меня ничего не поднимает что-то поднимает опустот и себя заморачивался что у меня там на 10 там 15 процентов повысился провоктин я бы там мне бы тогда вообще ничего нельзя было есть мимо ничего нельзя было использовать и тренироваться и жить вообще было бы нельзя понимаете ну невозможно блять делать силовые нагрузки без повышения провоктин невозможно принимать добавки без повышения провоктин и блять бредятину если он шкалит в три раза то это пиздец если он поднимается до там ну как бы увеличивается до показателя чем в два раза считает и нормально вот если уже в два раза и больше херачек провоктин тогда да там все это на самом деле ебала цинк магний замашки на ночь можно но я их использована пока ты раньше забыл кастрюлю снять варится сама с собой я просто знаю много спортсменов которые сидят вот этот дрочат это свои экстрогены провоктины блять это все шляпу блять там понижают повышают что там сидят блять блять вот этой хуйней занимаются вместо того чтобы блять жирать и качаться все у них там зависит блять у меня ничего не зависит от провоктина я не сдаю во время подготовки анализа сдаю после вот после сдаю смотрю и делаю соответствующие там блять я это секунду овощи еще и нарезать вот а вот эти вот блять супер умные там деятели которые там туда-сюда что-то повышают какие-то блять у них там пол аптеки блять дома нахуй жрут с кучи всякого дерьма что-то там повышают понижают блять вот они выходят на сцену такие вот дрищи блять ни одного еще не видел те кто выигрывает у них блять нет проблем с пролоктином и они вообще не заморачиваются так что вот так вот мой ответ провоктина что бы посоветовал дрищан ебашить жрать больше качаться только с умом чтобы успевать восстанавливаться самое главное понимать если я говорю ебашить больше это не значит что нужно блять повторить за мной и через неделю сдохнуть вот нужно же головой думать ебашить на своем уровне правильно вот но ебашить на своем потенциале жрать не растешь жрать еще больше думаешь что жрешь много и не растешь значит это только ты думаешь поэтому начинай еще больше жрать вот ну самое главное восстанавливаться но с другой стороны есть такие люди которые ой блять лишь бы найти причину я недовосстановился вот он один день покачается потом блять два и три дня восстанавливается вот в этом я нихуя не поверю никогда нужно ебашить как прокрепить тогда все будет но голова должна быть на плечах но это нормальный режим в принципе два дня тренировка один день отдых нормальным я думаю что в вполне хотя я например не знаю куда себя девать если я допустим задумал выходной поэтому меня выходных нет и каждый день тренируюсь но не путайте да я все-таки успеваю восстанавливаться надо понимать восстановление но жалеть себя не надо жалеть для такой степени ой я там недовосстановился недовосстановились ноги иди качай грудь недовосстановилась спина иди качай ноги недовосстановились плечи и башь руки нахуй тебе никто не мешает делать руки или плечи когда болят ноги правильно если ты будешь сидеть ждать блять пока ты перестанут ноги болеть так всю жизнь и просидишь ногу прождешь так что так поэтому я на полусогнутых ногах могу завтра пойти делать плечи ноги там будут вообще еле гнуться после сегодняшнего я пойду хуярить плеч вот как-то так уже жрать так ну все ладно идем чаю покажу свою овощную тарелку вон видели вкуснятина так где у меня свет мне интересно давать дельные советы когда они действительно дельные что-нибудь интересное когда одно и то же как накачать бицепс блять это вообще не интересно это уже подбешивать сейчас секунду ребят сяду возьму все ух коленки побаливают немного так я немного отверну круче я все вижу блять давайте вот вот так спасибо так надо спасибо ну давайте что-нибудь буду рассказывать отжирать и рассказывать спасибо спасибо давайте какую-нибудь интересную тему побубнить ну пятидневный отлично спасибо не очень тоже раньше по пятидневным делам три раза заниматься не много и не мало смотря какая цель у вас стоит мне это мало конечно поэтому все зависит от цели если у вас цель просто поддерживать физическую форму почему бы три дня в неделю не заниматься удовольствие если у вас задачи какие-то другие то соответственно нужно под эти задачи и сплит выбирать щукин как-то сказал что он щукин только сказал а я уже много лет хуярю 7 дней в неделю каждый день у меня нет выходных щукин пока что только говорит а я уже ебашу много лет так бля грудка просто сказочная во рту тает просто бомба народ присоединяется так так ну блин я просто реально в контакт редко захожу просто гляну у меня там 1100 неотвеченных сообщений поэтому могу пропустить очень много пропускаю сообщений ну что реально некогда вот так что извиняйте из москвы из москвы откуда на массе это редиска и помидор черри там был вопрос по тренировкам у меня шестидневный сплит я тренируюсь каждый день соответственно у меня тренировки по дням в неделю не совпадают ну а вы откуда если не с москвы помидоры сейчас вообще адские на самом деле помидоры просто уже зал находится торговом центре прага рассашанский проезд дом 3 метро академика янга приезжайте с Вологды а я выигрывал по моему после перерыва там был первый турнир в Вологде я вот тогда в абсолютке выиграл я не помню какой то год 2010 или 2011 или 2012 год я выигрывал салютку в Вологде куриную грудку только что приготовленную на гриле приятного аппетита вам салют салют жена нет жены буду менять конечно режим обязательно буду менять режим что это сейчас не режим хотя мне на самом деле похуй я в таком режиме всегда был и в том сезоне тоже и выиграл все нет у меня не сушка режим я буду перестраивать ним для себя по другой причине меня этот режим устраивает принцип я люблю ночью дурака валять ночью спокойно до куриную грудку доедаю уже овощи и рис тут народу по прибавилось солью я не ограничиваю соль никогда соль не исключаю сахар конечно исключаю по-любому сахар убираю обязательно а соль убираю только за неделю не за 6 до соревнований да я всегда ночью ем ну и что что на 3 соли что такого там ничего страшного в этом нет я я убираю соль дней за 6 за неделю за 6 дней до соревнований блин я пропустил сообщение надо воды много пить соль убирать не надо я соль на протяжении всей сушки использую смотрите 6 дней без соли я выдерживаю почему потому что я уже не ем мясо там допустим я могу есть белки протеин там аминокислоты 6 дней вполне перекрываю без куриной грудки там без творог тот же там да вот поэтому мне просто я ем творог до самого выхода на сцену вообще не испытываю проблем с молочкой поэтому здесь важно в какой ты находишься форме если ты находишься в форме в охуенной форме в чемпионской тогда тебе насрать вообще и на соль и на творог и на протеин и на все форму не испортишь если ты ее сделал но если ты как говно то хоть убирай соль хоть творог убирай хоть чего хоть все нахуй убери если ты как говно ты так и выйдешь говном вот кому это интересно вот я сказал поэтому я ни хера не убираю я делаю форму я когда в форме я могу загружаться чем угодно хоть сникерсами хоть бутербродами с колбасой я не знаю поверит кто то или нет перед чемпионатом россии когда я приехал в питер я жрал бутерброды с колбасой закусывал это все эклерами блять еще какими-то пирожными сожрал там апельсинчик потом приехали с димоном за сценой там ну в гримерке димон сбегал еще бутербродов с ветчиной купил я и сникерсов и я еще наебашился и вышел и выиграл все потому что была форма ее хоть чем испортишь хоть сладким хоть солью хоть чем нужно быть в форме я загрузился и вышел вот я вам сказал как это было не верите не верьте ваши проблемы вот но нужно быть в форме но если человек не в форме повторит то же самое он был говно а если он повторит то же самое за мной он вообще станет полное говно потому что нет формы нехуй в ебу короче на соревнованиях форма меняется очень очень быстро в течение нескольких часов если бы увидели меня утром когда я приехал в питер когда я там завалился к димону они вообще охуели блять ты чё охренел что ли что с тобой я поспал два часа пожрал блять бутербродов а я встаю и у них глаза на лоб полезли как это возможно откуда форма где блять откуда ты в два раза больше стал как это возможно вот так вот возможно но это я говорю это надо обладать формой когда она есть а когда у тебя на жопе и на животе блять сало висит хоть убирай соль хоть блять я не знаю творог убирай хоть всё нахуй убери оно никуда не денется и не сольется это жир так что вот так ребята и вечные разговоры блять как слиться как да я не сливаюсь нихуя я в форме за 2 до 3 недели в такой форме в которой вы не бываете блять даже супер слитыми вот и всё делайте форму и вопросов как сливаться не будет вот так это моя философия в бодибилдинге всё грубка закончилась рис ну вот как то так ну конечно помогает гормон во всем помогает на сушке и на массе мясо держать помогает седрик ну у всех разные взгляды ну я думаю что если он сделал отличную форму но не чемпионскую сделал бы чемпионскую дернул бы грина хотя мне кажется он бы не дернул даже в супер форме что значит кай вернется конечно вернется он оттуда и не уходил 5 единиц это всё индивидуально на самом деле всё индивидуально кому то хватит смотря какой вес если вес у вас за сотню то вряд ли хватит на удержание массы смотря какой вес да у грина сумасшедшая генетика но у него есть ряд недостатков сто килограмм сто килограмм уже смотря чего сто килограмм сто килограмм могут выглядеть по-разному хм понятное дело что талия шикарна у него куча недостатков есть грина он не выглядит так эстетично как филхит он не выглядит как статуэтка а игре нету не выглядит он не будет идеалом какой бы он мега монстр не был бы есть очень сильный и есть слабые стороны а филхит упакован по полной программе трапеция у него дерьмовая трапеция у него дерьмовая в любом случае у каагрина больше фанатов чем у филхита потому что филхиту создали образ а такого выпендрежника понятное дело что стада его не любит стаду сказали вот надо туда каагрина и стада побежала туда о филхит он выпендривается он пидорас уууу пидорас 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 понимаете стадом управляют как хотят нет не досмотрел скоромного с коллиманом что то вылетело у меня из башки я начал смотреть тогда чуть блин не расплакался и не досмотрел не было времени я даже не вспомнил ну опять выпендрежник откуда вы знаете лично филхита выпендрежник он или нет тот образ который нам показывают на ютубе он может ничего общего не иметь с настоящим филхитом вы об этом не думали? вот я же говорю стадо мыслит однобоко что им сказали туда и не понеслись ветер подул в ту сторону все туда а ветер в другую сторону все туда побежали думайте всегда делите любую информацию научитесь делить любую информацию на 50 у каждой ситуации есть несколько сторон несколько граней несколько мнений у любой ситуации у любого человека поэтому вам сказали что там кто нибудь пидорас пидорас ну хорошо пидорас и пидорас на 50 процентов поверили а 50 процентов оставили может быть это вранье потому что вы же не знаете лично правильно ну не знаете вам кто то сказал вам сказали пидорас вы пидорас 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 все блять он пидорас вот я так не думаю я всегда все делю пополам у меня в клубе очень много жалуются стучат друг на друга я никогда не встаю ни на сторону ни одного ни второго я всегда выслушиваю два мнения и принимаю свое решение в этой ситуации спорный какой-то между сотрудниками понимаете ну вот я шпак раньше не знал до тайских каникул я посмотрел немного на тайских каникулах у меня мнение тоже сложилось что он грамотный классный чувак просто у шпака есть определенный образ и его личные блять заебы ну просто их отражает снаружи вот тем самым привлекая к себе кучу внимания но при этом он может быть очень здравомыслящим порядочным человеком правильно но у каждого же блять свои тараканы 2 вы блин о себе подумайте что вы творите у себя там дома у кого какие заморочки блять блять полмира каких-нибудь свингеров хуингеров которые такое блять творят извращение а еще потом кричат блять шпак там такой сякой вы себя то блять покажите свое что вы творите блять а то куда-то все могут шпак такой шпак сякой а сами блять извращенцы блять еще те знаете вот кого нахуй ебет например у кого какие заморочки есть бабы которые допустим трахаться не любят они только хуй сосать любят есть такие бабы которым хлебом не кормить дай только хуй пососать да это ее проблема пусть что хочет то и делает есть мужики которым блять ебаться не хотят дай им только блять там жопу вырезать или пизду вырезать или хуй узнать что там дрочить ему нравится блять может ему тёлки вообще кого ебет что кто делает вот давайте спокойной ночи просто осуждать других все могут а своих блин извращенские блять вещи никто признать не может правильно правильно или нихуя неправильно я что-то два пакетика я дохера наварил он разбух вот так что не судите о других и не судимы будете приняли информацию поделили на 50 ну и хер с ним вы же лично не знаете ни того ни другого ни третьего чего там кто там кого там у меня нервные клетки по поводу этого не тратится кто кого там жарит кто кого там шпилит кто пидорас кто не пидорас кто лесбиянка кто не лесбиянка да мне похуй на них вот знаю я человека он для меня порядочный человек ну и хуй с ним что он окажется вдруг пидорас если там через какое-то время кто-то его разоблачит если он в жизни в обществе нормальный человек и он не показывает там в обществе свою эту пидористическую хуйню ну случайно кто-то его там спалил да и хуй бы с ним я даже не буду париться по тому поводу что я с ним за руку здоровался то что он пидорас если он в жизни хороший человек пидорасы это другие вот люди которые не в прямом смысле пидорасы а по жизни пидорасы вот такие вот гандоны они конечно больше вреда обществу наносит нет я спать сразу не буду я еще по брожу поработаю немного надо чтобы усвоилось да есть пидор а есть геи поэтому я против геев чтобы они вылазили наружу чтобы это пропагандировали чтобы это было открыто вот это вот мне не нравится конечно очень очень не нравится но я могу общаться с человеком в клубе я знаю что у меня клиенты были пидорасы когда-то давно в других клубах но я даже не заподозривал ну как бы в общении нигде даже не заподозривал что это были пидорасы вот это были нормальные интеллигентные люди нормально общающиеся нормально здоровающиеся за руком потом я узнал что этот банкир там кто-то кто-то пидорас ну и хуй с ним для меня он был обычным человеком как-то так но есть мрази в обществе которые выворачивают это наружу вот это плохо но я ни в коем случае это не одобряю ни в коем случае но к сожалению век пидорасов настал у него на лбу не написано что он пидор что вы хотели от меня слышать у кого нету чести у пидорасов может быть больше чести чем с вас все вместе взятых блять он может быть человеком по жизни очень уважаемым и чести у него может быть побольше но это его личные проблемы то что он делает у себя дома и с кем он там это делает вот пидорье это тот кто тот кто вываливает это наружу все ебутся они там и пусть ебутся что хотят то и делают но если в жизни этот человек дает людям реально какую-то полезную деятельность делать в обществе почему он должен быть за это там как-то осужден он может быть человеком великим блять вот самое главное чтобы не вываливал это наружу вот чтобы никто не знал что он там делает и насрать на них вот и не пропагандировал это я как-то так считаю давайте снимем тему да пизду их про лесбиянок давайте поговорим я не против лесбиянок пусть сосутся лижут хоть где пусть хоть где лижутся я не против лесбиянок я не против лесбиянок их же можно парочками троечками отоваривать если что взял парочку троечку лесбиянок с собой и давай с ними там зажигать да да я не против лесбиянок короче но я честно скажу я не встречал лесбиянок лесбиянок прям вот на сто процентов чтобы я был уверен я свечку не держал я не могу судить если мне кто-то про кого-то сказал я не верю я пока сам не убежусь я не верю что хотел бы а я пропустил узнать лесбиянок что ли каких то или что бикини парочку можно и троечку шуму бы нет можно и троечку хе-хе-хе хе-хе-хе блять последний черри почти обожрался чё за кулисами если вам интересно я видел всех бикини все сиськи все письки за кулисами блять в гримерках всех блять абсолютно всех любую называйте всех видео беложопых и письки и сиськи их не блять всех абсолютно просто мне на них насрать мне не нравятся они особо в соревновательной форме мне нравится когда они не соревновательной форме но не такие блять охуевшие разожравшиеся там до свина до свинячьего состояния который себя держит в форме больше нравится чем соревновательной форме вот 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 так блин знатно пожрал если честно прям огонь чё почему чё почему мммм так темнота соревновательной почему не нравится ну не нравится они мне и все в соревновательной не возбуждают особо не нравится мне в соревновательной форме я на них не смотрю как на женщин не возбуждают ну не то что не рельеф форме не возбуждает лучше без грима где-нибудь так опс спалился да в межсезонье я против массы пикинистки блять какая нахуй масса у пикинисток никакой массы у них не должно быть ё-моё масса блять бредятина блять а не масса что за масса блять пикинистка должна быть в охуенной форме круглый год вот плюс-минус но то как выглядят некоторые пикинистки в межсезонье начинаешь охуевать ну блять есть такой грех что маша сказала пошутила да маша просто комплексуют она в охуенной форме на самом деле вот на массе да это шутка была такая маша это моя школа она не может такого говорить она может просто поугарать и все вот привет привет англия поэтому это скорее всего поугарать маша в нормальной форме для межсезонья но просто немножко там стрессонова поэтому считает что немного лишнего набрала она охуенно выглядит скоро увидите буквально через несколько дней покажу вам машу ее тренировки ну вот смотрите увидите что за наше мы в инферно будем тренироваться ну и в тот зал сгоняем у нас там наша очень лучшая подруга Люба Дрескова тренируется мы к ней в гости поедем просто Любка приболела в этот раз не было ее мы там планируем собираться с Любой Дресковой тусоваться качаться вот вот так вот так что такие вот дела ну не часто наверное но будем ездить там зал мне нравится там конечно много чего нет но много чего есть конечно мешает безусловно мешает но это моя проблема я вот как бы в узком кругу с вами тут уже пропалился уже особо но я собираюсь это дело завязать я на самом деле курю уже 20 лет 21 год курю с 14 лет ну так вот да только никому не говорить вот и курю очень много я когда долго не покурю я могу 2-3 сигареты захерачить да ага если бы пачку блять подверг херачу ну да всем трепите мне пофиг на самом деле но это плохо это проблема это моя самая основная проблема я не бухаю вообще а не знаю что такое алкоголь ну знаю с детства пару раз меня накачали в детстве там еще в школе больше я не знаю что такое алкоголь вообще не пью я могу пиво выпить раз в полгода бутылочку и все и то самую легкую какую-нибудь вообще самую легкую у меня на запах алкоголя прям сразу выворачивает организм я бросал полгода не курил по полгода бросал не курил ну блять потом опять да я всегда чувствую что курю я вам завидую что бросили вот чисто по-человечески завидую конечно влияет это плохо но я с этим не знаю как я же говорю 20 лет курю с 14 лет 21 год курю 21 год пошел все пора уже бросать я книжки читал этого оленкара захотел курить побежал надо бросать Я не знаю, я на самом деле скажу вам так, я готовился когда к Арнольду в 2013 году, я полгода не курил, на всей подготовке, ни на массе, ни на сушке не курил полгода, никак не повлияло на форму, если честно, не набрал лишнего, не потерял, вообще никак, я такой бросил, думаю, наберу сейчас, наверное, хуй там, я полгода не курил, поехал в Мадрид на Арнольд, и в аэропорту купил сигареты, прилетел в Мадрид, вышел из аэропорта и закурил первую сигарету, и пиздец, отдышка есть, бывает, но у меня сейчас просто такая масса качественная достаточно, лишнего веса мало, жирового, поэтому отдышка не сильно чувствуется, да, это психологическая зависимость, вечно какие-то проблемы находишь в себе и куришь, куришь, вот, поэтому такая хрень, вот как-то так, на конфеты перейти, блин, это была бы сказка, если бы, да ничего мне не помогало, ни конфеты, ни жвачки, ни семечки, блядь, ничего, просто надо брось, взять и бросить, захотеть и бросить, только так можно, так, ну что, народ, давайте спать разбегаться, я еще, наверно, за компом посижу, я воды и так много пью, очень много, у меня он этот, вот видите, моя вода, кулер стоит, архиз, вот видите, баллончик, я воды очень много пью, так что так, ну ладно, народ, давайте спокойной ночи, всем спасибо, что были, давайте, до завтра, всем спокойной ночи. Спасибо.